МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двухэтажный деревянный дом по улице Володарского, 54 в Архангельске в любой момент может обрушиться. Накануне там обвалилась кирпичная печь, повредив перекрытие между первым и вторым этажами. Деревянный дом 1937 года постройки уже шесть лет как признан аварийным и подлежит расселению. Сейчас в двухэтажке проживает 10 человек, в том числе четверо детей. Некоторые жильцы отказались от маневренного жилья. Пока нам предлагают маневренный фонд временно переселиться туда, но мы, конечно, против все, потому что мы стоим по программе расселения ветхоаварийного жилья и не хотели бы переселяться с места на место. У нас малые дети, старики, инвалиды, поэтому мы хотим, чтобы нас просто расселили сразу в нормальное, благоустроенное жилье по программе. Два года колонии общего режима и штраф 120 тысяч рублей. Бывший директор Ширшинского психоневрологического интерната Ольга Деснева признана виновной в получении взятки. Как установило следствие, в октябре прошлого года Деснева получила от знакомого предпринимателя 120 тысяч рублей за продажу ему свиней в связи с ликвидацией подсобного хозяйства. Суд также лишил бывшего директора права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу. 25 рублей и ни копейка меньше. Архангельские перевозчики под благовидным предлогом модернизации автопарка активно лоббируют предложение о росте тарифов на проезд в автобусах столицы Поморья. Вопрос цены традиционно увязывается с вопросом качества перевозок. Стоит ли рассчитывать на комфорт и безопасность при цене билетов в 25 целковых? У нас с лета перевозчики решили, что тарифов 21 рубль это слишком мало, говорят, что не окупается. И сейчас они начали активно выступать среди общественности везде, что надо повышать тарифы до 25 рублей. Обоснованно тем, что в других регионах и городах уже повысили этот тариф. Мы смотрели практику по другим регионам, и там качество услуг, которые оказываются на более высоком уровне. Чем обусловлен рост аппетитов автотранспортников, и до каких пор нелегальные перевозчики, несмотря ни на какие запреты и штрафы, будут колесить по дорогам Архангельска. Непростая тема окажется в центре внимания вечернего выпуска «Автографа дня» в 19 часов 20 минут на канале ТВ-Центр. В следующем году жители Северодвинска старше 70 лет смогут ездить бесплатно на городских автобусах. Постановление об этом подписал мэр города Корабелов Михаил Гмырин. Право на льготу удостоверяет паспорт или его копия, заверенная у нотариуса. Кроме того, с 1 мая по 30 сентября эта категория граждан сможет бесплатно ездить на пригородных автобусах 101, 103, 104 с понедельника по четверг включительно. Напомним также, что с 1 сентября в Северодвинске бесплатно на автобусах ездят школьники и студенты. Таможня дает добро. Официально вот уже 363 года. Сегодня день таможенника России. Праздник довольно молодой. Ему всего 21 год. Выбор даты обусловлен историческими предпосылками. В этот день в 1653 году появился единый таможенный устав. С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. Поэтому вопрос, с какой целью въезжать в страну, задается далеко не из праздного любопытства. Что касается Архангельской таможни, то ее история началась в конце 16 века. С тех самых пор таможня областного центра не прерывала работу ни на один год. Такими результатами не может похвастаться никакая другая российская таможня. Бориса Шергина будут вспоминать в Поморье. 30 октября состоится акция, приуроченная ко дню памяти талантливого писателя, художника и фольклориста. В этот день северяне будут читать вслух лучшие произведения уникального автора, который особо ценил красоту природы, культуру и быт русского севера. Участниками акции станут читатели муниципальных и школьных библиотек Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и районов Поморья. Дополнительная информация по телефону 20 15 76. Архангельский водник откроет чемпионат России в Ульяновске. Первую игру наши хоккеисты проведут 7 ноября с игроками местной Волги. А первые домашние игры состоятся в Архангельске 16 и 17 ноября, когда в гости к желто-зеленым пожалуют динамовцы Казани. В первом круге против водника будут играть Кировская Родина, Ульяновская Волга, Нижегородский Старт, Столичная Динамо и Динамо Казань. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок, укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. Сейчас в Архангельске облачно. Температура воздуха минус 1 градус. Осадков не ожидается. К вечеру возможно похолодание до 3 градусов мороза. Программа «Сейчас в регионе» каждый час в эфире. Для вас самая актуальная и интересная информация. Редактор субтитров А.Семкин